Недавно я наткнулся на очень интересный канал Чингисхана. Начинающий фифер снимает неплохие ролики по фифе и открытию паков, а также различные обзоры. Так что если интересно, ссылка в описании. Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Vabon Games и в первую очередь я вас всех поздравляю с наступившим уже Новым Годом. И первое видео в Новом Году у нас с вами, как ни удивительно, в рубрике прогноз случится. Поэтому я рекомендую вам всем разбавить насыщенную праздничную программу футболом и FIFA 16. Благо вывеска позволяет нам сегодня не сомневаться, что зрелище будет еще то. Матч испанской премьеры между Валенсией и Мадридским Реалом начнется сегодня в 22.30 по московскому времени. Открытое зимнее трансферное окно, слухи вокруг Реала дают понять, что матч на Мисталье может стать последним для некоторых игроков королевского клуба. А для кого матч с Валенсией оставит положительные эмоции, так это для Рафа Бенитеса, в честь которого болельщики летучих мышей подготовили перформанс, всегда благодарны с изображением трофеев Валенсии при Бенитесе. Вспоминать в прошлом все, что останется поклонникам Валенсии, которые под руководством не очень опытного тренера застряло в середине турнировой таблицы и всего, и скорее всего там и останется. Единственной интригой является дата первой победы в премьере летучих мышей под руководством Гарри Невилла. Мадридский Реал имеет график игр оптимальный для того, чтобы продолжать погоню за Атлетикой и Барселоной, тем более, что на командах, находившихся вне Еврокубковой шестерки, Галактикос не спотыкались уже давным-давно. Ну и все, в общем-то мы начинаем прогноз, у меня тут уже ребятки разыграли мяч, а я даже не заметил этого. Я за Галактикос сегодня, в синей форме Мадридский Реал, если вдруг кто-то еще не понял. И поехали, поехали, посмотрим, к чему приведет встреча двух громких команд по именам, но не самых равноценных на данный момент по игре. Потому что Валенсия у нас занимает девятую строчку в чемпионате, а Мадридский Реал идет на третьем месте. Вчера Барселона оступилась, если вдруг кто-то не видел, то в каталонском дерби матч закончился со счетом 0-0. И понятно, что Реал, по идее, должен пытаться воспользоваться этой самой ситуацией. Но, честно могу сказать, я давненько не припомнил, чтобы у Мадрида легко получалось выиграть у Валенсии на Мисталье. Так что я думаю, нас сегодня с вами ждет классный матч. Ой-ой-ой, какой классный отбор. Но Карим Бензима оказался, как всегда, неуклюж и не смог этот мяч с развороту принять. Хотя давайте вспомним, наверное, матч 2011 года, где все-таки Бензима со второй или с третьей попытки в финале Суперкубка, во втором матче Суперкубка Испании. Все-таки примерно в такой ситуации с разворотом по воротам Барселоны-то попал. Но это не спасло его команду. 12 минут встречи прошло, и Валенсия на чужой половине поля пытается как-то более организованно, что ли, атаковать. Но опять очередная ошибка, и мы, то есть Мадридский Реал с мячом. Серхио Рамос, передача в центр, тут Модрич ищет партнера. Реалу надо потихонечку продвигаться, владение мячом, я думаю, будет сегодня на стороне Королевского клуба. И Рафа Бенитас, ну, должен пытаться пользоваться преимуществом. Хотя нет, смотрите, выход один на один, вот так вот. Вот так начинается этот матч, ошибки, просто сплошные ошибки Мадридского Реала. И Валенсия открывает счет в этой встрече. Посмотрите, какая обработка мяча. Что у Модрича, что у Сережи Рамоса. Это типичная FIFA, которая, ну, просто не дает не то, что расслабиться. Вот вы пишите мне в комментариях, в Абон, давай уже играть прогнозы с реальными людьми. И, ребят, если бы была такая возможность, я бы только и с реальными людьми играл в эти самые прогнозы. Потому что против ПК играть не всегда реально. Тут, если против человека даже можно на некоторое время отвлечься, то с ПК просто нереально сделать. Он то вот такие вот мячи выносит в непонятную сторону, то сумасшедшие какие-то комбинации выдает, которые даже реальный человек не всегда может сделать. А дальний удар какой хороший Криштиану Роналду. Ну что, надо отыгрываться. Вполне возможно, что Мадридский Реал сегодня окажется именно в такой же ситуации. Я очень надеюсь на интересные игры. У нас как бы боксинг-дэй в Англии, да, проходит. Но и Испания почему-то в этом сезоне, для меня это стало каким-то открытием. Возможно, я проследил важные новости. И в Испании тоже у нас подобие боксинг-дэя появилось. Потому что мне было немного непонятно, как это так. На третий день еще один матч в чемпионате играет. Вот вчера играла Барселона. Теперь будет играть Мадридский Реал сегодня вечером. И обычно у них там нормально все по графику. Недельные перерывы. Они играли, конечно, сразу после Нового года. Но тогда они играли там перед Новым годом. То есть 30 декабря у них не было матчей. А тут в Испании, по-моему, даже 31 играли. А теперь уже и тут же на 3 января еще один тур. Вот так вот интересно. Испания решила тоже порадовать болельщиков. Поздравив их большим количеством футбола. Ну и, наверное, вот в новом году, в новом наступившем году, по вывеске матч, вот если брать ту же Испанию и Англию, это самый главный. Здесь у нас встречаются, еще раз повторюсь, по именам достаточно громкие команды. Мы обе в прошлом году участвовали в Лиге Чемпионов. И мы должны сегодня рассчитывать на интересную борьбу. Хотя, вчера в матче Манчестер Юнайтед с Вонсе получилась достаточно неплохая игра. И у Уотфорда с Ман-Сити было тоже все очень даже интересно. И у нас Карим Бензима должен выходить один на один, что он и делает, и не забивает. Ну, типичный Карим Бензима. Я не знаю еще что сказать. Валяет он тут галкипера. Галкипер тоже как будто бы не видел Бензиму. Вот. Ну, выход один на один, и все неудачно. Складывается для мадридского Реала. Надо отыгрываться, а такие шансы ни в коем случае нельзя отпускать. И удар теперь уже в Валенсии. Открыт футбол у нас пошел. Это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, здесь можно в этом самом открытом, в открытой игре проиграть матч. Потому что еще один забитый мяч. Смотрите, какой выход Хаммеса. Что это, блядь, за удар был? Хаммес! Что это был за удар? Я не понимаю. Я думаю, настолько, настолько великолепно обыграть защитника и так распорядиться своей позицией ударной. Так, Криштиан Роналдо не получается тоже. Да, очень быстрая игра. Вот, посмотрите, обратите внимание. Я не успеваю не то, чтобы говорить что-либо, а вообще принимать решение. А теперь атака Валенсии уже тут же прошло только 15 секунд, мне кажется. И уже Валенсия бьет поворотом Мадридского Реала. Непонятно. Я не знаю, что происходит. Я как-то со сменой года сменился темп ритма игры. Нет, я понимаю, что Мадридский Реал достаточно быстрая команда. Но чтобы Валенсия вот так сейчас играла. Да и вообще, в Фифе что-то изменилось. Обычно тут все намного медленнее Марсела. Ну и забивай, пожалуйста, да кто-нибудь забейте уже. Что происходит в этом матче. Во-первых, голкипер. Во-вторых, уже время кончилось первого тайма. Я даже превью полностью не успел прописать. Ни одной остановки не было в игре. 1-0. Хозяева впереди. Навас расстроенный идет в раздевалку. Так вот, в Ла Лиге Реал не может у нас обыграть Валенсию на протяжении уже трех матчей. Что само по себе примечательно. А в последних восьми матчах команды четыре раза делили очки. Надеемся на то, что эта встреча станет у нас такой же непредсказуемой. Но об этом я уже вам говорил. Преимущество по ударам за Мадридским Реалом. Пора бы забивать. Пора бы забивать, ребятушки. Ну и второй тайм с центра поля начинает именно Валенсия. Оп. Хороший отбор. Не будет офсайд. Будет, конечно же, офсайд. Можно даже не бить поворотом. Зря, зря я сейчас Хаммисом отдавал эту самую передачу. Гарри Невилл. Очень спорное, кстати, назначение на пост главного тренера. Я думаю, вы все уже успели между собой обсудить его кандидатуру в Валенсии. Тем более, я думаю, что все-таки у нас в стране есть болельщики, кому вообще не безразлично. Это команда летучих мышей. И все-таки... Ох, какой опасный удар. Я не понимаю, они настолько круто играют в контратаку, что у меня появляется подозрение. Может быть, все-таки нужно чуть побольше мне держать мяч. Хотя я сам пытаюсь в быструю атаку переходить. Но как-то у Валенсии это лучше сегодня выходит. У Реала есть. Есть моменты. И вот один из них. Очередной, точнее. Но здесь не совсем точная передача была. Ну и теперь нужно очень быстро опускаться. Валенсия просто молниеносная. Посмотрите. Посмотрите, как она двигается. Ну, сейчас, конечно, мяч уже ушел практически. Но Марселло успел его подобрать, чтобы побыстрее атаку своей команды начать. Куда? Куда ты, Хаммес, так его принимаешь? Объясни мне. И вот сейчас можно Хаммесу давать и надо забивать. Да что за удар, Хаммес? Что за удар? Болельщики мадридского Реала сейчас меня прекрасно понимают. Их команда частенько действительно в реальном футболе именно так и играет. Не реализую миллион моментов. Даже если вспомнить Эль Классика против Барселоны, где Реал потерпел крупнейшее поражение на своем домашнем стадионе в матчах против Барселоны. Так вот, и даже там у Реала было предостаточно моментов, чтобы в ничью сыграть в том матче. Но Мадрид не мог никак забить. Криштиан Роналдо, Бензима, все пытались, но ни у кого не получилось. Поэтому сейчас типичный мадридский Реал на ваших экранах. И может быть сейчас нет. И опять Галкипер выручает свою команду. Я искал партнера, чтобы дать прострельную передачу. Ну и пришлось в итоге бить Кариму. Ну и он с ударом-то справился, но Галкипер был на высоте. Еще один момент! Не будет пенальти тут? Нет, наверное, угловой. Нет, даже не угловой. Доминирование мадридского Реала. Ну а пока Реал проигрывает. Поехали. Поехали дальше. Кружева тут крутить, вертеть около штрафной площади летучих мышей. Ну и они просто уже банально отбиваются. Дальше. Гаррет. 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 Гаррет Бэйл скорость набирает. Скорость набирает. Его держат. Просто ужасающим образом придерживал его соперник. Но в Испании судьи тоже любят давать поиграть, насмотревшись на английских арбитров. Так, так. Опять в отборе. Опять в отборе. Лучше черно-белые. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть. Сейчас бы галкипер мог привести в свои ворота. Посмотрите. Просто паника. Баленсия не может за центр поля выйти. А мадридский Реал никак не может забить. И Бензима не попадает по мячу, который... Этот матч мне сейчас, знаете, что напоминает? Игру против Вилья Реала. Которая случилась в декабре у нас. И где мадридский Реал тоже проиграл со счетом 1-0. Угловой. И у Реала было, ну, может быть, не такое большое количество, но достаточное количество моментов. Не угловой. Там же был рикошет. Достаточное количество моментов. Но тогда мадридисты не смогли забить. И по мнению комментатора того матча Василия Уткина, недостаточно остро действовали в нападении. Вот сейчас очень похожая ситуация. Мы вроде пытаемся обострять. Я уже суператаку ставлю. Но... Но посмотрите. Вот какой контроль. Вот это компьютер. Он не пытается пустые зоны уходить, когда не надо. Он просто... Он просто держит счет. А мои парни никто не могут отнять мяч. Наконец-то это случилось. Сережа Рамос. Теперь надо нам... Надо сделать эту одну атаку. Я... Ну, на самом деле верю в то, что... Сегодня будет интересная борьба. И, возможно... Все-таки матч закончится именно в ничью. И чтобы была эта самая ничья, нам нужно сейчас... Гол забить. Просто необходимо забить мяч. Мы на мяч наиграли, в общем-то. Ну, а вот футболисты Мадридского Реала располагаются как-то непонятно на поле. Все, тут Бензима уже не успевает. 88-я минута. Валенсия бежит в практически безнадежную контратаку. Но зато она контролирует мяч и тянет время. Этим самым... Давай, давай, Реал. Надо все в нападение. Надо просто сваливаться уже. Сваливаться на какое-то давление воротам. Добавлять вот сюда. О, хорошо как! Хорошо, Криштиан Роналдо прострелы! Гол будет или нет? Да что ж такое-то, а? Бензима, да как же ты сегодня играешь? Ужасно! Это просто невозможно. Это просто невозможно. Все! Я не знаю, что вам сказать по этому поводу. Вы видели всю игру. Вы видели накал страстей. Вы видели футболистов Мадридского Реала, которые в элементарных ситуациях не забивали. Вот так вот. Вот таким вот получился у нас прогноз. Победа Валенсии со счетом 1-0. Будем ждать действительно реального матча. И посмотрим, сбудется ли наш прогноз на этот раз. Гаррет Бейл, конечно, очень расстроен этому самому поражению. Я, если честно, хочу повторы посмотреть. Тут что-то просто с чем-то. Вот, например, промах Криштиана Роналда. Ну, это на самом деле не самый яркий момент этой встречи. Но тоже достаточно опасно было. Сейв. Это выход 1 на 1. Да! Вот Хамис Родригес. Ну, это не удар. Это же не удар, ребята. Сейв еще один. А, вот это в концовочке. То, что у нас сейчас было. А, нет! А где? Где FIFA? Где еще моменты? Выход Бензимы 1 на 1. Сейчас в концовке, когда по пустым воротам уже не забивали. Ладно. Ладно. Все. На этом будем заканчивать. Не забывайте подписываться на канал. Ставить лайки. Подписываться в группу ВКонтакте. И до скорых встреч. Всем пока. Продолжение следует.